Здравствуйте, меня зовут Андрей, физический факультет Кафедра Вашей математики и математической физики. Вопрос по гауссу. Первый вопрос. Вы математик? Роман физик. Да, физик. Поясняю. Возьмите два гауса, поставьте рядом, сместите один относительно другого чуть-чуть и проведите математическую операцию с Юрой. Вы получите очень близкую к Риву, потому что вы там и были. Вторая претензия – это неравномерность выборки. Возьмите штат Техас и штат Нью-Йорк и проведите сверку. Опять получите отклонение от гауса. Возьмите средний по США и получите отклонение от гауса. Поэтому рассуждение про гауссу, я, учитывая, что вы математик, поэтому вам прощение абсолютно безграмотное. И просто хочу сказать аудитории, не ведите больше на гауссе, это начинали с Мосгордумы, вы продолжали на Украине. Нет, я вам даже предлагаю, вот если вы математик, запустите программу математики, я уже договорил, и сложите два гауса, и мы увидим эту картинку. Спасибо. Роман. Где математические, как вы сказали, вы худеете? Катерия высшей математики – математической физики. Санкт-Петербургский, Санкт-Петербургский. Я учился в Московской межридической межридической факультете для экспериментальной теоретической ядерной физики. Хорошо. Сейчас у нас физики будут меряться, математики, да, своими гауссами. Я предлагаю это продолжить. Я предлагаю, что же, дать мне ответить. Хорошо, Роман, пожалуйста. Я предлагаю все-таки дать мне ответить. В отличие от вас, математиков, у физиков есть такое понятие «емпирический закон». Я вам показал Францию. Если вы хотите, что я, скажем, где-то ошибся, скачайте данные, проверьте. Я вам показал Москву. Это «емпирический закон». Почему так происходит? Одному Богу известно. Вы прекрасно знаете это сами. Что мы не можем объяснить, почему процессы происходят по гауссу. Почему люди стреляют в мишени, и там тоже идет распределение по гауссу. Мы не знаем это. Это «емпирический закон». Он установлен. И мы его предсказывали. Мы ждали, что он будет. Он в Москве появился когда? Когда поставили камеры, и появились наблюдатели. Я не скрещивал, как вы говорили, штат Массачусетс, Нью-Йорк, или с кем-то. Я брал одну и ту же выборку. Я брал официальные данные. Все 3000 уиков Москвы. Ни больше, ни меньше. 100% выборка. Какие у вас претензии? Предлагаю эти претензии друг к другу, да. Для понимающих. Михаил Борисович, может, слово даме сначала, потом вам. Хорошо? Я хотела бы действительно сказать большое спасибо Роману за его доклад и за начало математического просвещения. Конечно же, я просто хотела уточнить на графике. По оси Х у нас отложен процент, да, по ИГР, да? Да, процент за какой-то из партик. Хорошо, хорошо. Замечательно. Очень хорошо. Но если вы начинаете математическое просвещение, то я думаю, надо полнее, да, что не только гауссовское распределение, но есть множество других распределений. Я ученый-биолог, да? Мне по своей специализации, я микробиолог, приходится очень много работать со статистикой. Очень много. И я знаю, знаете, по гауссу распределений очень мало. Для гауссовских распределений приспособлены основные законы статистики. Так вот, настолько мало каких-то величин, которые совпадают с гауссовским распределением, что всегда необходимо проверка на нормальность. Вы, конечно, проводили эту проверку, я вижу, вы вот Францию изучали, Москву изучили, но дело в том, что вы сравниваете распределение по Москве, достаточно однородном городе, если сравнивать его с остальной Россией, и по Франции, которая гораздо более однородна, чем вся Россия, и сравнивать ее с распределениями, полученными на всей России. Извините, это подмена понятий. Более того, я, насколько я могла бы разометить, у вас разные интервалы на графиках, то есть это тоже манипуляции. А у нас, понимаете, признаки, по которым вы оцениваете, они неразномерно распределены. Гаусское распределение для дискретной гидрогенной популяции не подходит. Спасибо. Предлагаю сегодня вечером провести отдельное заседание для математиков, физиков, биологов по поводу всех методов распределения, электорального распределения. Это все записывается, да, то есть множество специалистов смогут откомментировать ваши столь высокопрофессиональные навыки обработки данных. Спасибо.